Это агитация и пропаганда. Нас не интересуют голые факты, нас интересуют причины и следствия. Правда всегда одна. Здравствуйте. Учения «Анаконда-16» станут крупнейшими войсковыми маневрами НАТО с осени 1990 года, когда Михаил Сергеевичу Горбачеву была вручена Нобелевская премия мира. Запад и Восток были скованы логикой военного противостояния. Не просто было даже подумать о демонтаже этих сложившихся структур, но понимание того, что и во внутреннем, и в международном плане дело идет к неминуемой катастрофе, дали нам силу сделать исторический выбор, о котором с тех пор я ни разу не пожалел. Зато мы пожалели. Ни одному из поддерживающих Горбачева, граждан Советского Союза, даже в страшном сне, наверное, не могла привидеться такая вот фотография. Это украинские десантники из 80-й аэромобильной бригады. Той самой, что понесла тяжелые потери на Донбассе. Плечом к плечу со своими американскими наставниками. Всего 31 тысяча солдат из 24 стран. 3000 единиц бронетехники, 105 самолетов, 12 боевых кораблей. Среди нет членов НАТО, помимо Украины, Грузия, Финляндия, Македония и Косово. Да-да, Косово. Нет разве только Сербии с Черногорией. Что это все должно напоминать? Впервые с 22 июня 41-го года немецкие солдаты совершают марш-бросок через Польшу. Анаконда и завершится. Очень символично. К 20-м числам июня. Да, намек. Да, это касается России. Чтобы не было разночтений, польская газета «Речь Посполита» пояснит, русским опасаться не стоит. Хотя вот немецкая Бильд считает, что НАТО все-таки репетирует войну с Путиным. Да и журнал «Шпигель» согласен с такой формулировкой. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, в чем план. Незадолго до саммита НАТО польские вооруженные силы отрабатывают сценарий российского нападения на восточный фланг Альянса. Сигнал очевиден. Польша в состоянии защитить себя. Ползет. Ползет, ползет. И там ползет. А что это ползет? Я ползу. А-а-а-а. Удав анаконда, как известно, существо, полагающееся в большей степени на хитрость и силу своих мышц, нежели на челюсти или зубы. Стратегия удушения. Спешить некуда. Еще один намек, который нашим домашним кроликам, борцам за международное сотрудничество и кооперацию, стоило бы, наверное, расслышать. Кстати, ровно 90 лет назад, после прихода к власти в Польше националистов Пилсудского, был презентован план «Прометей», подразумевавший обустройство санитарного кордона от Балтийского до Черного моря и выращивание федерации из государств Марионеток под руководством возрожденной Речи Посполитой. Цель – сделать невозможным любое сотрудничество Москвы и Берлина, создать условия для расчленения Советской России по национальным границам. Этот удушающий пояс сам Пилсудский называл интермариумом, между морем. Клеще – от Польши до Турции через Румынию. При этом Польша присмотрит за славянскими народами, а Турция – за тюркскими. Идея многим понравилась, а наработки Пилсудского кто потом только не использовал. Мытьем или катанием, тушкой или чучелом. Сначала фашисты, потом американцы. Каких только организаций не создавали. И ГУАМ, и Восточное партнерство, и Черноморское сотрудничество. Перестреливали оружие, проводили боевое слаживание для польских, украинских, литовских солдат. В Ираке, в Афганистане. Обратите внимание на свежий твит американского посла в Киеве Пайетта. На учениях анаконда украинские солдаты действуют в составе Лит-Пол-Укр-Брик. Литовско-Польско-Украинской бригады. Или вот вместе братья по оружию Литва-Польша-Украина. Прям по Пилсудскому. Или по выкладкам одного из видных американских ястребов Роберта Каплана. Новый интермариум пока еще не вызрел. Турция все еще жадно ожидает российского газа по проекту «Голубой поток». Болгария и Сербия находятся под влиянием русских денег, преступных сетей и планов газового экспорта. Тем не менее, тенденция налицо. Участились встречи между главами государств интермариума. Пентагон и Госдепартамент выступают посредниками между военными, спецслужбами и дипломатами этих стран. А ведь два года этой статье. То есть все идет по плану. Вот отношения России с Турцией подорваны. Вот и в Турции, и в Польше у власти агрессивные националистические силы с одинаковым рвением закручивающие там гайки. Для отражения возможной угрозы со стороны России Польша начинает создавать добровольческий корпус из 35 тысяч штыков. Запись в территориальные батальоны самообороны начинается в сентябре. Об этом министр обороны Антоний Макеревич сообщил на конференции парамилитарных формирований в городе Астрода. В каждом из 16 регионов Польши будет расквартирована добровольческая бригада. Польскому примеру следует и государство Балтии, у которых существуют исторические разногласия с Москвой. Делегаты из этих стран также приехали в Астроду. Между тем в Польше уже действует сеть военизированных отрядов. Это стрельцы, вооруженные группы, созданные еще при Пилсуцком. В рядах стрельцов 12 тысяч молодых людей. Которые получают соответствующую подготовку. В общем, тот же правый сектор. Вид сбоку. Классическая натовская тыловая партизанская армия, набираемая обычно из чернорубашечников. Боевиков ультраправых группировок. Пока Россия ни на кого не напала, такая армия отлично справится с любыми недовольными. Профсоюзами, коммунистами, пацифистами или просто пенсионерами. Тут настоящий простор для воображения. Можно сносить или переносить памятники воинам Красной Армии. В Риге, например, где к мемориальному комплексу Победы ежегодно приходят сотни тысяч людей. Будут спорить? Заткнут рот. Попробуют сопротивляться? Разгонят. А чтобы не звал никто потом зеленых человечков, натовская группировка будет наращиваться по всему периметру Интермариума. Вице-адмирал Брэд Батчелдер, командующий авианосцем Гарри Трумэн, заявил репортерам, что переход из Персидского залива в Средиземное море – это игра мускулами, которая должна придать уверенности союзникам США по НАТО. Есть ребята, которые за нами наблюдают и могут понять, на что мы способны. Военный источник в Вашингтоне сообщил, что перемещение Трумэна – это сигнал Москве и демонстрация маневренности и влияния американского флота. И кто же остановит этот опасный дрейф? Один миротворец уже пакует вещи. Я хочу, чтобы те из вас, кто был со мной с самого начала, знали – я поддерживаю ее, и я жду не дождусь, когда смогу принять участие в кампании «Хиллари». А у нас самих с Нобелевскими лауреатами с некоторых пор напряженка. Я воспринимаю решение Вашего комитета как признание огромного международного значения происходящих в Советском Союзе перемен. Как доверие к нашей политике нового мышления, которое основывается на убеждении, что в конце 20-го столетия силе, оружию придется серьезно потесниться в качестве главного рычага мировой политики. Можно, конечно, попробовать еще разок. Вдруг пармезан вернут, да санкции отменят. Вот только вряд ли отменят анаконду. Остается только уповать на то, что премудрую рептилию опять подведет зрение. И там, где удаву привычно мерещится кролик, в какой-то момент снова окажется медведь. Сэр, мне крайне неудобно, что я в такой роскошной шкуре, а моя невеста и все остальные без ничего. Надо Вас уравнять. Спасибо, мистер Рудак. Спасибо. Снять из него шкуру. Есть, сэр. Ну и живодер, вы, сэр. Разрешите хоть теперь съесть этих оборванцев. Теперь да, можно. Вот это настоящий бизнес. Это была агитация и пропаганда. Скоро увидимся. Мир вашему дому.